Дорогие друзья, коллеги, я хочу поприветствовать всех участников и гостей главной промышленной выставки России. Она проходит уже в 14-й раз и традиционно собрала здесь, в гостеприимном Екатеринбурге, в индустриальном центре Урала, руководители крупнейших компаний из десятков стран, чтобы обменяться опытом, расширить наше сотрудничество, ну и, конечно, достичь новых договоренностей, новых контрактов о запуске взаимовыгодных инвестиционных проектов, ну и, конечно, в открытом диалоге обсудить дальнейшие пути развития отрасли в условиях современных вызовов, определить те важные точки роста, где возможно объединить усилия, компетенции и ресурсы. Наши государства, представители которых принимают сегодня участие в форуме, связывают многолетняя дружба, благотворное сотрудничество, что позволяет наращивать количество крупных совместных проектов в самых значимых сферах на благо наших народов. Страной-партнером инопрома в этот раз стали Объединенные Арабские Эмираты, что подчеркивает особый характер дружественных Российско-Эмиратских отношений. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года достиг рекордного уровня, приблизившись к одному триллиону рублей. И хотел бы, конечно, поблагодарить делегацию Объединенных Арабских Эмиратов за обширную экспозицию, где представлены самые перспективные разработки в самых различных отраслях. Тема нашего форума посвящена развитию сотрудничества в промышленности. Сейчас это первостепенная задача, причем не только для нашей страны. Уже стало очевидным, что политика незаконных санкций и недобросовестной конкуренции неэффективна. Она приносит серьезный ущерб самим ее инициаторам. Мы намерены продолжить активное участие в формировании максимально широкой международной экономической кооперации. И хочу подчеркнуть, мы открыты для всех, кто настроен на сотрудничество на принципах взаимного доверия, уважения, учета интересов друг друга. Президент России Владимир Владимирович Путин на Петербургском международном экономическом форуме заявил о готовности создавать с заинтересованными государствами полноформатные технологические и промышленные партнерства. Но на равных. И ключевой приоритет это укрепление связи с дружественными экономиками. Здесь есть, кстати, яркий пример. Значительный прогресс в укреплении интеграции в союзном государстве России и Белоруссии. Взаимный товарооборот обновил очередной рекорд в планах открытия целого ряда совместных производств в высокотехнологичных областях. Для расширения выпуска наукоемкой продукции разработываем инициативу в рамках Евразийского экономического союза. Достижение технологической независимости является одной из самых главных задач для всех государств нашей пятерки. Без этого невозможно обеспечить рост экономики и социальной сферы. В прошлом году в ходе российского председательства в союзе был утвержден механизм финансирования новых проектов в самых приоритетных отраслях. Мы уже приступили к отбору заявок на их выполнение. Направим примерно около 1,8 млрд рублей для начала из бюджета союза. Средства пойдут на субсидирование процентной ставки по кредитам на развитие промышленных предприятий. В качестве одного из основных направлений определены критически важные секторы. Прежде всего это автопром, авиа и машиностроение, металлургия, радио и микроэлектроника, химическая и легкая промышленность, а также производство строительных материалов. В течение первых пяти лет реализация такой программы будет идти в тестовом пилотном режиме. Если ее механизм докажет свою эффективность, то получит дальнейшее развитие, в том числе и дополнительное финансирование. Так мы договорились. Это позволит нашим предприятиям выпускать востребованную продукцию, конкурентно способную на союзном рынке. Укрепляем взаимодействие и технологическое лидерство в рамках Содружества независимых государств, а также Шанхайской Организации Сотрудничества. В этом году впервые ШОС и Исполком СНГ получили официальный статус партнера выставки на пром. И присутствие здесь этих авторитетных международных объединений будет способствовать наращиванию взаимных инвестиций. И еще одно стратегическое направление – это развитие кооперации с государствами, входящими в БРИКС. К его работе присоединились новые участники, и мы будем выстраивать общие планы с учетом растущего потенциала наших экономик. Рассчитываем, что российское председательство в текущем году в органах СНГ и БРИКС откроет дополнительные возможности для реализации совместных инициатив в экономике, в промышленности, в энергетике, в транспортной сфере, в инфраструктуре, в сельском хозяйстве и во многих других областях. Углубление международного сотрудничества особенно важно сейчас, в период глобальной перестройки, когда идет формирование центров многополярного мира. Ну и Россия в этих процессах играет одну из ключевых ролей, успешно справляясь с беспрецедентными санкциями. Вся страна объединилась, экономика, предприятия, граждане именно в такие сложные моменты и укрепляется уверенность в собственных силах. Отечественная промышленность не просто выстояла, удержав свои позиции. Отрасли, вопреки всем прогнозам наших оппонентов, демонстрируют серьезный рост, постепенно занимая ниши ушедших западных компаний. По итогам прошлого года обрабатывающий сектор прибавил 7,5%, а за первые 5 месяцев текущего года около 9%. При этом положительный тренд отмечается практически по всем направлениям. Например, в радиоэлектронике за январь-май вырос практически на 40% индекс производства. Автомобилестроение примерно на треть. Выпуск лекарственных средств, медицинских материалов на 8%. Такая динамика была бы невозможна без активного участия предпринимателей и модернизации, и расширения наших производств. Инвестиции бизнеса в основной капитал в обрабатывающих отраслях увеличились за прошлый год почти на 20%, составив около 4,5 триллионов рублей. Для повышения устойчивости промышленности перед внешними вызовами государством реализуется целый комплекс системных мер. Один из наиболее востребованных инструментов – это единая субсидия на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. За 4 года выделено более 60 миллиардов рублей. Еще 40 миллиардов составили частные инвестиции. Это позволило профинансировать свыше 400 инновационных проектов, в том числе в химической отрасли, в автопроме, в нефтегазовом, в тяжелом машиностроении и во многих других секторах. И в текущем году на такие цели мы направим еще около 30 миллиардов рублей. Благодаря запущенной 2 года назад программе обратного инжиниринга удалось в кратчайшие сроки в специально созданных центрах инженерных разработок подготовить конструкторскую документацию для нескольких сотен критически нужных комплектующих. Сегодня, посещая выставку, мы предметно ознакомились с результатами этой работы. Некоторые из них уже выпускают серийно и обеспечивают потребности в том числе в нефтехимии, в энергетике, а также секторы средств медицинской реабилитации. Эта работа, без сомнения, будет продолжена. На дальнейшую реализацию механизма выделим в текущем году почти 6 миллиардов рублей. Для модернизации и запуска новых высокотехнологичных предприятий сейчас доступны целевые займы по низким ставкам 3-5% годовых, которые представляет Фонд развития промышленности. И около трети кредитного портфеля составляют проекты малого и среднего бизнеса. Только за последнее время при помощи таких льготных кредитов были открыты еще три производства сельскостехники и ее ключевых компонентов в Ростовской области. Налажен серийный вывоз оборудования для заводов сжиженного природного газа в Пермском крае. Запущены линии сборки микросхемы чип-модулей для банковских карт в Московском регионе. Освоено изготовление уникальных станков в Краснодарском крае. И некоторые образцы продукции, включая, например, сельхозтехнику, сегодня также мы видели на Инопроме. По решению главы государства направим за 6 лет на декапитализацию ФРП дополнительно 300 миллиардов рублей. Почти вдвое увеличится общий размер его лимитов эта сумма. Чтобы нарастить выпуск приоритетной продукции, внедрили в прошлом году механизм кластерной инвестиционной платформы. Это, по-другому говоря, долгосрочные займы, заемные средства по низким ставкам на реализацию крупных проектов. Уже одобрено 4 десятка заявок, и для половины из них открыто соответствующее банковское финансирование. И его объем сегодня превышает 800 миллиардов рублей. До конца десятилетия выделено субсидирование процентных ставок по программе еще не менее 200 миллиардов рублей. Это, естественно, поможет обеспечить приток не менее 10 триллионов рублей частных инвестиций в промышленность страны. Поддержит производство критически важной химической, металлургической продукции, деталей и машин, фармацевтических субстанций, других многих-многих необходимых компонентов и материалов. Для решения сложных инфраструктурных задач действует фабрика проектного финансирования с участием Института развития ВЭБ-РФ. Вот с ее помощью уже реализуются самые разные проекты общей стоимостью более 2 триллионов рублей. В том числе создаются площадки по изготовлению минеральных удобрений, добычи медиа. Мы будем последовательно наращивать объемы такой поддержки. Высокий спрос со стороны бизнеса связан с инструментом промышленной ипотеки. Только за прошлый год выдано свыше 800 льготных займов в целом на сумму около 83 миллиардов рублей. Эти средства направлены на приобретение или строительство почти 4 миллионов квадратных метров производственных помещений. Увеличим финансирование на реализацию этой программы еще на 90 миллиардов рублей в течение соответствующих 6 лет, что позволит дополнительно ввести порядка 10 миллионов квадратных метров заводских площадей. Мы продолжим работу над повышением доступности кредитных ресурсов, которые предоставляются на развитие ключевых отраслей. Планируем также активнее привлекать бизнес к участию в проектах по созданию отечественных аналогов иностранных решений, по запуску новых производств. И для этого предлагаем расширить действия механизма государственного частного партнерства на промышленный сектор. С участием правительства подготовлен сегодня соответствующий законопроект, и этот документ уже прошел первое чтение в Государственной Думе. Рассчитываем, что он будет принят в ближайшее время. Уважаемые коллеги, президентом России Владимировичем Путином определены национальные цели развития страны. Это для нас всех главные ориентиры на долгосрочный период. В рамках достижения технологического лидерства перед промышленностью поставлен ряд конкретных задач. Но прежде всего по опережающему насыщению отраслей экономики самыми современными технологиями, инновациями, что предполагает вхождение за 6 лет в десятку стран по объему научных исследований. Ну и увеличение, соответственно, не менее чем в два раза частных инвестиций в разработки, рост баловой добавленной стоимости и индекса производства в обрабатывающем секторе не менее чем на 40%. Такая важная и комплексная работа потребует, конечно, более четкой координации и усилий государства и бизнеса. Расширение кооперационных цепочек внутри страны, углубление взаимодействия с нашими надежными партнерами, представители многих из них, я уже сказал об этом, сегодня как раз присутствуют именно здесь, на Инопроме. Ну, например, наши коллеги из Беларуси, с которыми мы реализуем совместные проекты в ключевых сферах, в том числе в микроэлектронике, в машиностроении, в станкоинструментальной отрасли. У России большие планы по ее возрождению. Только в ближайшие три года мы направим на техническое переворужение производителей станков и оборудования почти 130 миллиардов рублей. Будем создавать центры развития промышленной робототехники. Это позволит перевести многие предприятия на качественно новую технологическую основу и поспособствует вхождению нашей страны в число 25 мировых лидеров по плотности роботизации. Вы сегодня видели уже семь компаний, которые были представлены в этом секторе. Почему мы делаем ставку на этот сектор? Потому что более широкое применение средств автоматизации напрямую влияет на повышение производительности труда. Ну и в конечном итоге на темпы экономического роста. Значит, на благосостояние наших граждан, на социальную сферу. Чтобы обеспечить технологический суверенитет на наиболее критичных для нас областях, мы готовим к запуску новые масштабные национальные проекты. Сейчас завершаем их формирование с учетом приоритетов определенных посланий президента Российской Федерации к Федеральному собранию. В их числе средства производства и автоматизации. Об основных задачах в этом сегменте я только что сказал. Второй проект – это новые материалы и химия. У нас есть все возможности для того, чтобы стать глобальным лидером в химической промышленности. Планируем создание 150 новых производств. Следующий – это развитие космической деятельности. Мы будем вовлекать в работу частный бизнес, наращивать орбитальные группировки. Четвертый проект – это новые технологии сбережения здоровья. Здесь мы сконцентрируем усилия на прорывных разработках, которые позволят увеличить продолжительность жизни, обеспечить систему здравоохранения передовыми технологиями, которые крайне необходимы и лекарственными средствами, препаратами, медицинскими изделиями. Еще один – это новые атомные и энергетические технологии. Здесь важно ускоренными темпами развивать инфраструктуру, внедрять передовые решения, чтобы повысить надежность энергоснабжения страны. Ну а экономика и граждане получили нужные ресурсы. Шестой – транспортная мобильность. Усилием работы по авиа- и судостроению, чтобы существенно нарастить долю отечественной техники. Окончательное решение по этим двум важнейшим сферам принято буквально на днях. Все инициативы до 1 сентября будут представлены на рассмотрение Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Планируем с начала следующего года приступить к их практической реализации. Еще один важный проект – беспилотная авиационная система – уже запущен с 1 января этого года. За 6 лет должна появиться новая самостоятельная отрасль. Каждое из направлений нацелено на производство полноценных линеек высокотехнологичной продукции, что важно для гарантированного спроса и для предпринимателей при планировании долгосрочных инвестиционных программ – это очень важная тема. Поддержка других приоритетных секторов будет продолжена в рамках действующих государственных программ, но и соответствующих федеральных проектов, в том числе агропромышленного комплекса. Мы готовы вносить значимый вклад в продовольственную безопасность, причем не только в собственную, но и во всемирную. Открыты к наращиванию поставок всего нужного для наших коллег в странах Африки, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки. От удобрений до сельхозтехники, от пищевого оборудования до биотехнологий и так далее. Ну и, конечно, особое значение будем уделять вопросам подготовки кадров. Надо пересмотреть многие подходы в системе образования, которые уже не отвечают современным реалиям и запросам бизнеса. И сегодняшнему уровню развития технологий, что крайне важно. Прогнозные потребности рынка труда у нас огромные. Для обрабатывающей промышленности на период до 2030 года дополнительно необходимо порядка 1 миллиона 700 тысяч специалистов. Чтобы вырастить столько профессионалов, ну, конечно, нужно максимально объединить усилия государства, регионов, самих предприятий, в том числе в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Дорогие друзья, только в активном технологическом партнерстве возможно достичь глобального лидерства по перспективным направлениям промышленности, в основе которого, конечно, будет соблюдение взаимных интересов без искусственных ограничений и барьеров. Я приглашаю всех к системной работе на площадке и на промо. В рамках обозначенных приоритетов мы рассмотрим любые идеи и предложения, которые появятся в ходе широкого экспертного диалога. Они без сомнения помогут нам найти оптимальные решения, которые определят, если хотите, облик ключевых отраслей на многие годы вперед. Уверен, что вместе мы сможем сделать такой важный шаг на пути к упреплению наших национальных экономик, к повышению качества жизни наших людей. Спасибо еще раз и желаю всем участникам выставки успеха. Спасибо. Спасибо.